Я не играю в настольные игры. Фишка и кивока в том, что мы эту игру написали именно на нашем контенте, на нашей культуре. Первые полгодика было прям не сладко, да. Оформить игру — это не просто сделать какую-то картинку, а это сделать ваш маленький мир вот в этот момент каким-то необычным. В Омске ты встал в какую-то колею и поехал по этой колее. И после окончания университета логично было пойти в аспирантуру, например, да. Логично было защитить кандидатскую, заниматься наукой, остаться в университете. Логично. Но нет. Я чувствовала, что поскольку вот эта вот колея меня тащит, а не я туда иду, да, мне очень хотелось это сломать. И вот возможность уехать в Москву — это была как раз возможность сломать вот эту вот накатанность. Ольга Якимук — издатель настольных игр, родилась в Омске, но покинула город после окончания вуза. Сейчас живет и работает в Москве, воспитывает дочь. Здравствуйте. Мы принесли миштяки из Омска с любовью. Местные это называют «Омечка». Да, кстати, в Москве не знают, куда ставить ударение в этом слое. А местные в Омске не пустили меня с этим в самолет. То есть это прям настоящая? Прям настоящая. Прямо оттуда. Заходи. Для сладкой жизни. Давай. В основе этой игры лежит механика, которая есть везде. Просто в любой стране мира, по всему миру есть эта механика. Она очень-очень древняя. Это когда загадывается какое-то слово на ушко, и человек должен показать его жестами. В Омске это называется корова, где-то называется крокодил, это шляпа. И в других странах это тоже есть. В России были игры, которые построены на этой же механике, но эти игры были переведены. То есть тот контент и та какая-то история, которая была актуальна для другой страны, ее сюда притащили, ее не адаптировали. Фишка и кивока в том, что мы эту игру написали именно на нашем контенте, на нашей культуре. А они разного цвета? Это шоколадная, это классика. Ну, то есть они цветы разного. Ну, внутри, да. И у тебя сразу омская прописка появляется. А, да. Обратно. У нас в детском саду была такая история. Я помню, когда-то они продавались в таких брикетах. Это было не в банках, а вот именно в брикетах, как плавленый сыр. Куда ты нас сегодня пригласил? Мы сегодня в мастерскую Ляли Вагановой. Ляли Ваганова – это московская художница. Ее мастерская – удивительный мир. Обожаю сюда приходить. Когда особенно творческий ступор, когда понимаешь, что нет, надо где-то подпитаться какой-то энергией. Все как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, и в итоге это складывается в какое-то пространство очень теплое, да. Теплое и прям осязаемое. Нам надо снять, как Ляли рисует. Скорее всего, просто на телефон и подумать над тем, как это будет освещено. Мы хотели сделать ее немножечко такой неровной, когда вот, понимаешь, дерево не может быть ровным, да, оно не может быть симметричным. И вот даже если посмотреть на картину, на игровое поле, да, присмотреться, то там видно, как Ляли рисует. То есть как вот пошла ее рука, вот пошел ее карандаш, вот она за этим карандашом идет, идет, идет. Потом ей не понравилось. Она либо стерла, либо бросила так, закрасила. А при этом эта же акварель, она прозрачная. И вот эту работу там прям можно видеть. И вот это вот тепло, и вот это вот какое-то несовершенство, которое создает вот ощущение, что мы все постарались. У меня было счастливое детство в Омске. Короче, есть такое место, пересечение ульти Кирова и Богдана Хмельницкого. Там одновременно полет, Баранова. Короче, куча-куча всего. Это все ВПК. Вот, и все мы там такие вот маленькие рабочие людишки. А родители на заводе, значит, работают? Да, папа на авиационном, мама... Ну, в любом случае, это ВПК. То есть мама инженер. Инженер на таком заводе, я не знаю, что без работы. Ну, то есть на самом деле родители не рассказывали про свою работу. Я так понимаю, потому что это была тайна. Музыкальная школа в Богдашке, да, шестая. Ты знаешь, самое классное в музыкальной школе для меня, это были те случаи, когда ты играешь не один. Это четыре руки. Когда из этого это не просто исполнение, а это уже какое-то сотрудничество, это какое-то чувство локтя. Когда у меня дочь сказала, что она пойдет тоже в музыкальную школу, я ее долго отговаривала, что не надо виолончель. Она хотела только виолончель. Но она сказала, что нет, она решила. И я с ней пришла тогда в музыкальную школу. А фишка в том, что ты вот приходишь, вот прошло уже там 30 лет, да, а там ничего не изменилось. Все ровно то же самое. Я точно такая же, мне опять там, не знаю, 15-16. Это так здорово. И на самом деле для меня это был какой-то, даже, мне кажется, гораздо более эмоциональный и важный момент, чем для нее. Да, она пока не знает этого всего. В общем, да, хорошее очень детство. И город Омск, он же в те 80-е, да и в 90-е, это был просто большой российский город с каким-то своим укладом. Мне казалось, может быть, я просто ошибаюсь, может быть, это взгляд ребенка. Мы все жили в каком-то более или менее одинаковом обществе. Почему игры все время присутствуют в твоей жизни? Всю жизнь, действительно. Прям вот с детства. Выходишь в отбор, пока я не вышла, ничего не завертелось. То есть все надо мной все время смеялись, что, ага, Оля пришла, сейчас она будет устанавливать правила, туда не бегаем, границы вот здесь, так не делаем. Ага, согласились? Да, согласились. Играем, играем, да. В принципе, я думаю, что мы сюда пришли для того, чтобы сделать мир лучше. Но нужен какой-то еще эмоциональный заряд. И вот эмоциональный заряд, он как раз вот в том, чтобы решить квест, добежать первым, сделать лучше и задать себе вот часто вопрос, а ты сделал максимум или нет? Филологический факультет Омского государственного университета. После филфака ты никто. То есть либо ты идешь в школу, это определенный образ жизни, либо журналистика. И тогда стала появляться вот эта профессия пиарщик. Появился запрос на рекламу, на маркетинговую коммуникацию. Но это буквально только-только стало складываться. Честно говоря, в тот момент мне это казалось немножко постыдной работой. Я прям упиралась. Я надеялась, что я этим заниматься не буду. Ты все вот эти годы общаешься с прекрасным, на очень каком-то высоком интеллектуальном уровне. А теперь здравствуйте, давайте поговорим о деньгах. Это начало 2000-х. Была очень большая разница между зарплатами в Москве и в любом другом городе. То есть в Омске, например, это там 500 рублей, а там 45 тысяч. Да? Разница. Вот. И, собственно говоря, друзья, вот им удалось как-то тут устроиться, и они говорят, а давай, давайте. Мы сейчас вместе все снимем там квартиру, покрутимся. Было время, когда еды не было. То есть какие-то... Ну, это еще же ты приезжаешь практически на голое поле, нет социальных связей. Ты не можешь обратиться к друзьям, ты не знаешь, как работает вообще поиск работы, да? Чем надо воспользоваться? Куда пойти? Дать объявление в газете? Почитать что-то? Что? К тому же все вот эти сервисы еще только-только формировались. Доступ к интернету был затруднен. Ну, то есть было... Первые полгодика было прям не сладко, да. Первые месяцы я работала курьером. Это прекрасная работа. Она дает возможность немножко встряхнуться. Узнать Москву. Это была весна. Побегать. Бегала я по всяким интересным адресам, которые мне потом пригодились, как ни странно. Я знаю Москву с тех пор гораздо лучше, чем все, кто в Москве вырос. Кто у тебя тут есть? Ну, вот смотрите. Вот этот пруд, это серебряно-виноградный пруд. Старинный, древний. Он окружает Измайловский остров, на котором когда-то жили Романовы еще там в 17 веке. Там стадион имени Сталина. И там же бункер Сталина где-то там зарыт. Церковое училище. Не хочешь? Ты была? Я там была, голосовала. Прекрасное место с бывшим черкизовским рынком. В бывший черкизовский рынок, да. От него не осталось вообще ничего. И люди, которые живут здесь, они уже даже не точно помнят, где он был. Спрашиваешь, они такие, да, где-то там, где. Ну, то есть было и прошло. Я не играю в настольные игры. Ну как, теперь ты, конечно, играешь. Но до этого их не было. Я копирайтер. То есть в итоге моей профессией, к которой я пришла, это был копирайтинг в сфере public relations. Это очень своеобразная профессия. Это профессия, которая тебя заставляет быть готовым к любому тексту вообще. То есть, если надо, мы становимся чуть-чуть более рекламными. Если надо, мы становимся более журналистскими. Когда у меня родилась дочь, я отовсюду уволилась. Я осталась с ребенком. И ко мне пришли мои друзья и сказали, ну, ты же копирайтер. Давай-ка ты нам поможешь сделать игру. Дальше там поработать в соцсетях, там попроводить какие-то мероприятия, еще что-то. Постепенно, как обычно это бывает, а давай, может быть, ты и продажами позанимаешься. И в итоге я действительно всем этим позанималась. Но продать игру, которая плохо конкурирует, да, ну, вот хоть ты убейся. Люди не готовы. И действительно она была слишком дорогой. Она тогда на полке стоила, там, две тысячи, а это двенадцатый год. Вот. Не взлетела. Коробка – это прям вот тот маячок, который вот скажет, возьми меня с полочки. То есть это вообще первый жест, который человек совершает, да, это вот взять с полки, потом он переворачивает. Вот тут он, перевернув коробку, он принимает решение о покупке, но первый импульс – это коробка. О, какая классная. И проект был закрыт. Ну, как так-то? Мы же столько сделали. То есть у нас есть база продавцов, у нас столько контактов, у нас есть понимание. Я предложила, ну, хорошо, если вы не хотите, продайте мне хотя бы бренд, потому что мы уже поработали с этим. Все равно есть какая-то узнаваемость. Мне сказали нет. И я поняла, что нельзя это бросать. Есть запрос на игры, да, и этот запрос идет от очень такой интересной такой аудитории. Потом они стали называться хипстеры. То есть это вот как раз 13-й год, это время, когда это вот все расцвело, это вот эти вот модные все ребята со стаканчиками кофе, с бабулькиных каких-то этих пальто. И, в общем-то, вот так мы переориентировались и попали прямо в точку. Как раз ровно 8 лет назад все это появилось. Игра появилась на полке 1 ноября, и мы просто не успевали. Игра просто улетала с полок. Начался какой-то ажиотаж. Мне постоянно звонили, говорили, где? Где? Не знаю, где-то там. Вот видно, например, вот эти вот страдания, вот тут вот дырка. Не, я вырезала дырку, видишь? Да, то есть это не спецэффект. Меня взбесил в какой-то момент этот петушок. Все, и такая, типа, нормально все. Не видно же, я же отправляю фотографию, а там не видно, что вклеено. А тут я показываю, а вот там только сейчас первый раз увидела, что там дырка. Привет. Здравствуйте, заходите. Это мой дом. Биалончель, кухня. Но большую часть времени я провожу вот здесь. Это моя комната. Мы здесь работаем, отдыхаем, смотрим кино, делаем уроки с ребенком. То есть все происходит прямо вот за этим столом. Я его очень люблю, потому что он большой и помещает в себе все. Мы живем с моей дочерью. Ей скоро 12. Работаю дома. Поэтому с одной стороны мы все время друг у друга перед глазами. Но, к счастью, все-таки я имею вот очень хорошую возможность видеть, как она растет, что у нее происходит, какое у нее настроение, с чем она ушла в школу, с чем она пришла. На самом деле, когда я начинала этот проект, это было, наверное, одно из самых главных. То есть я не видела, я не могла оценить, насколько большим он будет, но я знала, что на какое-то время он позволит мне не ходить в офис. То есть отвезти спокойно в садик, забрать. Не надо в садик, давай не пойдем. Детство твое в Омске и детство твоей дочери сейчас в Москве. Как они, вот чем они прям очень сильно различаются? Различаются. В детстве моей дочери нет такого понятия, как двор и друзья во дворе. То есть мы выходили на детской площадке, я рядом, она играет, но так, чтобы у нее там собралась компания, что они потом куда-то поперлись, там, не знаю, играть во что-нибудь опасное, там, на пустырь, этого нет вообще. То есть настолько их жизнь более какая-то регламентированная, какая-то, там больше контроля. Я понимаю, что в какой-то момент надо просто ослабить уже. Мы любим «Взлет разрешен» тоже, про самолетики. Очень классная российская, кстати говоря, игра. Ее сделал пилот гражданской авиации. То есть он действительно вводит самолеты, вы наверняка с ним детали. Вот он сделал игру про самолеты. Очень классная игра. Все ваши самолеты должны в какой-то момент вылететь. Естественно, у вас будут с этим проблемки. То есть это игра, построенная на тексте. Это игра, построенная на ощущении какого-то информационного пространства, каких-то культурных кодов, о чем люди думают, о чем они смеются, что сейчас актуально, что уже прокисло, протухло, пора выбросить. Вот, собственно говоря, этим я и занимаюсь все предыдущие годы. Например, у нас были задания быстро объяснить рекламные ролики. Какие-то бренды, которые вот крутились по телевизору в 90-е, в начале 2000-х. А сейчас уже выросла огромная толпа людей, которые не смотрели телевизор в это время. Они, может быть, даже и не родились. А теперь здравствуйте, они уже с нами играют и обыгрывают. Не знаю, куда две мясные котлеты гриль положить. Две мясные котлеты гриль? Нет. К тому же это уже не ЗОЖ. Это, ну, никто это не ест. То есть настолько меняется мир. Я смотрю, любите, ошибка. Косячить, косячить. Пришлось вычищать. Мы поменяли контент процентов на 40. Вот в этом году мы просто переписали экилоки. К счастью, удается общаться с людьми разных поколений. Теперь люди новых поколений приходят уже устраиваться на работу или поучаствовать в каком-то проекте. Я очень внимательно слушаю, что они говорят, как они реагируют. И ловить вот эти вот мемы, с одной стороны, их надо поймать, а с другой стороны, каждый раз их надо оценить на живучесть. Есть мемы, которые остаются, есть мемы, которые умирают навсегда. Мне кажется, что мы больше, чем мы исследователи лингвистической стороны. Там за этим стоит всегда некое явление, да? То есть слово, оно же что-то означает, оно откуда-то выросло. И там всегда есть какой-то контекст культурный, субкультурный, неважно, который вот будет за этим стоять. То есть мы всегда стараемся сделать так, чтобы слово, которое мы добавили в игру, чтобы это был такой крючочек. Ты, допустим, даже если ты этого не знаешь, здорово, когда срабатывает ассоциация. Но еще здорово, когда ты можешь закинуть этот крючочек куда-нибудь в Google и вытащить целый не вот какой-то прикольной рыбы. Разница в устройстве жизни в Омске и в Москве? Какие его привычки отбываются? Ты знаешь, во-первых, у меня все-таки жизнь в Омске это жизнь студенческая, жизнь школьная. Конечно, разница колоссальная. В Москве это возможность менять то, что тебе не нравится. Возможность поставить цель и к ней нормально как-то двигаться. Более, мне кажется, предсказуемо, что ли. Хотя это, на самом деле, неправильное слово. Предсказуемости нет нигде, но возможностей для этого движения и попадания в точку их несколько больше. Наверное, за счет того, что действительно здесь гораздо больше людей, гораздо больше возможностей меняться опытом, больше возможностей найти свою аудиторию. единомышленников. Пробовала ли ты когда-то в эскизах зашифровать Омск? Омск все равно я где-нибудь да упомяну. То есть я какие-то пасхалочки в игре оставляю постоянно. Какие-то мемы связанные с Омском. Типа не пытайтесь покинуть. Что-нибудь такое. Покажу вам вот такой вот словарик. Мы его делали в Омском университете на филфаке. Это словарь речи современного города на материале омского просторечия. Получается, что ты исследуешь людей, во-первых, с точки зрения того, как они говорят, с точки зрения лингвистики. Да. Плюс еще ты смотришь на... Ну вот у тебя сейчас родные живут в Омске. Ты смотришь на людей разных территориальных. Да. Это важно. Какой, по-твоему, вот сейчас современный человек? К чему сейчас... Россияне. Да. Мне кажется, что мы получили возможность находить близких нам людей. У нашего поколения с нашими детьми это как раз как-то по-новому собирается. То есть у меня есть ощущение, что у нас с ними очень много общего, особенно, может быть, за счет того, что мы начали лучше выбирать, тщательнее выбирать, что мы смотрим. Часто мы смотрим это вместе. И, по крайней мере, я не знаю, у меня дома нет телевизора. Это значит, что вечером, когда у нас есть возможность что-то посмотреть, мы должны подумать, что же мы посмотрим. И не только подумать, но и согласовать. А ты будешь это смотреть? Ну, наверное, нет. Например, опять нет. Но то, что мы посмотрим, мы посмотрим вместе, и это создает наш общий контекст. И вот мне кажется, что дальше это будет как-то восстанавливаться. Эти связи придут в итоге в какое-то более такое тесное, такое, не знаю, мы соединимся, мы вернемся к чему-то более такому общему. Ну, ты знаешь, я была в Омске на прошлой неделе, и я это услышала от тех, кто там живет, что немножечко поменялось что-то в отношении к городу и города к тебе. Мы поняли, что мы можем сделать более красиво. Ну, правда же? Правда, я абсолютно согласна. Есть ли у тебя какие-то, какое-то, может быть, желание самой поучаствовать в том, чтобы город стал еще более красочным, приятным, активным? Ты знаешь, вот это не моя, скажем так, специальность, да, но я знаю, что когда мы делаем вот наш проект, любую нашу игру, мы всегда об этом думаем. То есть, как она сделает ситуацию, в которой вы играете, да, как она ее сделает более теплой, такой вот физически, тактильно приятной и украсит ваш день. То есть, оформить игру, это не просто сделать какую-то картинку, а это сделать ваш маленький мир вот в этот момент каким-то необычным. Мне кажется, что сейчас есть запрос на то, чтобы взглянуть на окружающий мир, на ближайший какой-то район под новым углом, действительно сделать более волшебным вот эту повседневность. Вообще, мне кажется, что мы занимаемся тем, что мы как-то справляемся с рутиной. То есть, вместо того, чтобы лечь в умереть, что вот, ой, как грустно, все такое скучное, серое, одинаковое, мы пытаемся что-то сделать для того, чтобы это больше таким не было. Через пять лет настольные игры станут абсолютно нормальным массовым развлечением. Когда ты начала делать игры, был ли какой-то момент, когда ты хотела бросить? Вот когда вы? Нет. Мне было несколько предложений отдать этот проект, ну, продать, или там, неважно. и каждый раз я, вот особенно в последний раз, я хорошенько об этом подумала, потому что уже накопилась некоторая усталость, но я, честно говоря, не представляю. Нет. Пока я, ну, то есть, в этом есть свой драйв, то есть, это какой-то творческий такой запал, который хочется все-таки довести до конца. Вот особенно, когда последнее предложение поступило, да вы что? Я хочу это сделать, это, у меня тут план, я не успеваю, да нет, ребят, нет, не сейчас. Что вот ты хочешь сделать еще? Да конкретные же игры, есть же идеи, которые надо просто доделать, но я же не могу это делать одновременно. Это новые игры прям. Есть и новые, есть и продолжения. Там, понимаешь, там нельзя остановиться, ты должен все время идти вперед, иначе ты проседаешь. Ты не сделал, значит, сделал вместе с тебя кто-то другой. Вперед. Но вообще в этом, знаешь, много игры. То есть, ты играл в компьютерные игры, ну вот, ты садишься, у тебя сначала такой, ты видишь маленький такой мир, и ты не знаешь, что дальше, такое облако войны вокруг, да? И вот ты в какой-то момент начинаешь это все открывать, 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 и ты прям вот живешь, тебе интересно. Это то, что за собой как бы ведет и заставляет тебя двигаться. Один наш коллега, его спросили, зачем ты издал настольную игру? Он сказал, я хотел поиграть в издателя настольной игры. Вот. Такая, да. А ты так всю жизнь играешь, и вот. Обожаю играть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok